Генпрокурор Чайка связала недавнюю катастрофу Суперджета в Шереметьево с серьезными проблемами с авиационной отрасли, завела несоответствие программы безопасности полета в России международным нормам, согласны ли с ним авиаэксперты. В российской авиационной отрасли серьезные проблемы. За последние два года от полета отстранены 550 пилотов из-за неполного прохождения программы подготовки и обучения в организациях, несоответствующих требованиям. Кроме того, Генпрокуратуру выявлено более 400 самолетов с изменением конструкции, безопасность полета в России не соответствует международным нормам, а контроль Росавиации формальный. О таких недостатках Генпрокурор Юрий Чайка заявил на правительственном части в Госдуме. Он рекомендовал профильным ведомствам улучшить работу, как выяснилось, не впервые. Генпрокуратура Юрий Чайка Что имел в виду Чайка, говоря о том, что у нескольких сотен самолетов изменена типовая конструкция без проведения необходимых исследований и сертификации? Об этом Бизнес-ФМ спросил у члена комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения заслуженного пилота России Юрия Сытника. Изменения могут касаться что угодно. Блоки не той системы поставили электронные, доработали кресло пилотовое, если оно там срывалось, потому что я доработал такие же. Никто не хотел делать без конструкторского разрешения. Я взял, выбросил и самолет сказал, пока не поставил другое кресло, я не полечу, потому что оно на взлете уезжало. То есть вот эти все изменения, которые есть, они должны быть зафиксированы в бумажном виде, и если это изменение есть, оно должно быть испытано летчиками-испытателями и иметь сертификат на этот тип. Вообще-то от себячины пороть вообще-то нельзя. Но так как компании все частные, есть авиационно-техническая база с хорошими инженерами, с хорошими конструкторами, которые дорабатывают самолеты эти самостоятельно, для того, чтобы они могли летать, а не стоять у заборок. Вот я лампочку поменял, не ту лампочку, которая там при сертификации самолета должна быть там какая-то там стоять, вот маркировку поменял. Это уже считается самовольное изменение конструкции. Юрий Сытник. Все эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ, подтвердили актуальность Слопчайки. Вот что, в частности, заявил гендиректор консультативно-аналитического агентства безопасность полетов, член Всемирного фонда безопасности полетов Сергей Миниченко. У нас была в свое время, в 2008 году, принята государственная программа по безопасности полетов. Эта программа была принята в качестве необходимой перед проверкой ЕКАО очередной. Несмотря на то, что после этого Международная организация гражданской авиации ЕКАО приняла 19-е приложение, систему управления безопасностью полетов, никаких изменений в нашу государственную программу внесено не было. Что касается профессиональной подготовки пилотов, это проблема, которая стоит не только перед Российской Федерацией, но она стоит перед всеми разными инвестиционными отношениями государства и мира. Идет уже давно процесс компьютеризации и автоматизации процесса управления воздушным судном. И в связи с этим ситуация, когда компьютер раньше воспринимался как помощь для пилота, он теперь воспринимается как средство управления воздушным судном, в работу которого вмешиваться не надо. Поэтому большая часть полета, где-то 97%, грубо говоря, полета проходит под управлением автопилотом. Только 3% это ручное управление воздушным судном. Сергей Мельниченко, а вот как прокомментировал заявление Чайки, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Алекс Мирнов. Что произошло с сертификацией? Ведь это слабое место не только наше. Вот катастрофами Боинга 737 занялся лично президент Трамп. И он как раз раскрутил так машину эту, что там полетели головы. Там руководитель США, генеральное агентство авиационное. Он освободил его от должности как раз за то, что тот передал вопросы сертификации, что категорически запрещено всеми документами и законами, производителю Боинга. У нас тоже тут не все гладко. Длительное время у нас вопросами сертификации занимался МАК. И он же занимался расследованием летных происшествий. Вот этим случаем самолета Марафота что получается? Главное действующее лицо государственной комиссии это МАК. А кто сертифицировал Супержит-100 еще до вот этой перестройки, когда у него отобрали эту функцию и передали Росавиации? Сертифицировал МАК. И получается в государственной комиссии работает тот орган, который сертифицировал самолет. И он никогда не укажет на истинную причину происшествия. И главное, на сегодняшний день мы единственная страна, не имеющая единого государственного органа регулирования гражданской авиации. Росавиация почему не дорабатывает? Она не потому, что дорабатывает, что не хочет. А у нее нет этих функций. Ее лишили всех этих функций, о которых говорит генеральный прокурор. И функции взяла на себя Минтранс. Минтранс пишет все авиационные законы, федеральное авиационное правило Минтранс пишет и так далее. Что такое Росавиация? Официальный документ, вы почитайте. Это агентство. Олег Смирнов тем временем Аэрофлот назвал неприкрытой попыткой оказать давление на следствие заявления хабаровского губернатора Сергея Фургала о человеческом факторе, который якобы стал причиной катастрофы суперджета в Шереметьево. Фургал сделал заявление со ссылкой на документ, поступивший в региональный Минтранс. Поскольку суперджеты собираются в Хабаровском крае, технический самолет был в идеальном состоянии. Что произошло? На высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок, сказал Фургал, от которого Аэрофлот требует опровержения.